На Алтае уже 90 человек обратились с жалобами в местные поликлиники на укусы клещей. 36 из них дети, младше 14 лет. Пик активности клещей традиционно приходится на май. При выезде на природу рекомендуют надевать защитную одежду, пользоваться репеллентами и постоянно осматривать тело. О ситуации в крае говорим с главным специалистом управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Еленой Черкашиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, жители каких территорий больше всего подвержены риску быть укушенными? На территории Алтайского края сформирован природный очаг клещевого энцефалита. Из 68 административных территорий 58 являются эндемичными, то есть опасными по этому заболеванию и по другим клещевым инфекциям. Поэтому, в принципе, на территории края можно встретить клеща в любой территории и он может быть заразным. Когда начнется обработка и какие территории в первую очередь необходимо обработать? Ну, с установлением более-менее приличной погоды на улице начинает подсыхать все вокруг, начинаются расчистки территорий и, соответственно, по завершению расчисток территории начнутся энтомологические экспертизы и окорицидные обработки территорий. Управлением Роспотребнадзора в адрес администрации муниципальных образований, администрации города Барнаула, руководителей туристических баз, баз отдыха, загородных оздоровительных учреждений и других учреждений отдыха населения, выданы письма и предписания о необходимости проведения подготовительных работ к окорицидным обработкам. В связи с тем, что численность клещей высока достаточно на территории края, мы проводим мероприятия по снижению этой численности. Ну, мы знаем, что уже 1 мая парковый сезон открывается в Барнауле. Ну, парковые территории это в приоритете, в связи с тем, что это наиболее часто посещаемые населением территории развлекательные учреждения, поэтому они готовятся особенно серьезно к этому вопросу. В настоящее время проводится расчистка активной этих территорий. В Барнауле, например, два парка уже заключили договора на проведение обработок, даже не прибегнув к проведению энтомологической экспертизы, потому что они понимают, что жители могут сами внести туда клещей. Завоз — это очень частое явление на территориях населенных пунктов, поэтому парки, предупреждая это заражение, они сами обрабатывают, заключают договора с ДЭС-предприятиями, и до 1 мая обязательно будут обработаны лагеря. Начинается дачный сезон. Каким-то образом самостоятельно можно свой участок обрабатывать? Ну, обработать дачный участок самостоятельно, конечно, можно, только нужно учесть биологию клеща, что живет-то он в основном не на самом участке, не на грядках, а живет он на полянках, на улицах, вдоль дорог. Поэтому все-таки наиболее эффективным мероприятием — это будет масштабное проведение обработки на территории дачного кооператива. Все-таки лучше, наверное, скооперироваться и провести на улице эти обработки. Ну, а репелленты, которые продают в магазинах, они эффективны? Ну, в целом, да, если пользоваться инструкцией, то они вполне эффективны для человека. Но есть какие-то, вот, к примеру, спреи, как от комаров, чтобы взял с собой в дорогу? Надо обращать просто внимание, на флаконах всегда написано «антиклещ». Но обязательно соблюдать именно временные сроки использования его, потому что там указывается, какие-то репелленты в течение двух часов действуют, какие-то в течение часа. То есть надо внимательно смотреть. Они разного, разные специфики действия, эти репелленты. Какие-то репелленты просто убирают у клеща возможность к присасыванию. То есть они не ориентируются, они просто отпадают и все. Вот, другие парализуют его, там, дыхательные пути, у них тоже происходит какое-то прекращение жизнедеятельности. Ну вот, если все же клещ присосался, что делать? Можно ли его самостоятельно? Уж сколько раз мы об этом говорили, и давайте еще раз повторим. Можно ли его самостоятельно убирать? Ну, самостоятельно убрать, естественно, можно. Но это нужно очень и очень осторожно проводить, это мероприятие, потому что если взять клеща голыми руками, то можно втереть в себя вирус. То есть бывают мелкие микротравмы на пальчиках, и если вы начнете его там сильно жать, то может вирус через тельце попасть через кожу в организм человека. Ну, а в целом лучше все-таки обратиться в медицинское учреждение по месту жительства в травмпунктах обычно проводят, извлечение клеща, и доктор решает, стоит человеку обратиться, отнести клеща на исследование, и посмотреть, стоит ему вводить ему на глобулин, либо йод антиперина не вводит, сейчас вот в последнее время не вводит, а дает таблетки. То есть доктор уже может по каким-то признакам определить, есть энцефалит или нет? Нет, но он сразу не может по внешнему виду клеща определить, просто невозможно. От того, что заражен он или не заражен. Но, учитывая район присасывания, то есть врач же опрашивает, где был, в какой территории, и где велика вероятность именно инфицированного клеща, и, конечно, надежнее провести все-таки исследование. Как можно определить, по каким признакам, что есть энцефалит? Ну, обычно врачи назначают медицинское наблюдение, и человек, пострадавший от присасывания клеща, в течение 21 дня находится под медицинским наблюдением. Он должен наблюдать за температурой тела, ну, за общим состоянием. И если какие-то малейшие симптомы непонятные, например, подъем температуры, начинается головная боль, там, головокружение. Вот, иногда, ведь не только клещевой энцефалит переносит клещи, клещи переносит еще и сибирский клещевой тиф, иксодовый клещевой баррелиоз, различные релихиозы. Поэтому нужно обращать внимание на любые симптомы, и при появлении их сразу обращаться к врачу, к тому, который назначил медицинское наблюдение. Ну, так как территория Алтайского края имеет тенденцию не только к зараженным клещам, к энцефалитам, но еще и баррелиозам в большом количестве, то в последнее время доктора назначают антибиотикотерапию, потому что баррелиоз, прививка против баррелиоза еще пока не изобретена, и поэтому там проводят антибиотикотерапию, это достаточно эффективно. Как скоро необходимо ставить, если есть такая необходимость, иммуноглобулин? Наиболее эффективной мерой профилактики все-таки является иммунопрофилактика, то есть вакцинация. Объясняю, почему. Потому что, когда вы выходите в природный очаг, выходите на природу, вы не знаете, будет ли у вас снят клещ, или не будет он снят. Но если вы едете в такую опасную территорию, вы уже заранее, заведомо, будете защищены. Ну, если не успел по какой-то причине поставить. Прививку-то? Ну, хорошо, застраховались, есть иммуноглобулин. Значит, тогда, имея вот эту страховку на руках, вы бежите, ищите пункт серопрофилактики. Прямо сразу? Ну, в течение трех дней это надо. А, в течение? Ну, вы знаете, чисто по психологии человека, пострадавшего от присасывания клеща, я знаю, что бегут сразу. Начинается паника, начинаются, ну, как бы, неприятные это ощущения и мысли. Поэтому человек сразу бросается и начинает поиск этого пункта серопрофилактики, где могут ему ввести иммуноглобулин. Я слышала, что это очень вредный препарат для здоровья человека, и ставить его можно чуть ли не раз в жизни. не самый... Любой иммунобиологический препарат для организма, это чужеродный белок. Ну, а, соответственно, иммуноглобулин, конечно, особенно если в течение одного сезона вводить, то ничего хорошего от этого не будет. Потому что страдает иммунный статус человека. У кого-то аллергические реакции могут быть. Ну, то есть это чисто медицинская такая проблема. Поэтому вот все вопросы главным образом врачам. Давайте в завершении нашей беседы еще раз напомним, кому положен бесплатный иммуноглобулин. Ну, меры профилактики, как я уже сказала, это вакцинация и иммуноглобулин. Дети школьного возраста вакцинацию должны получать бесплатно у нас в Алтайском крае. И иммуноглобулин по распоряжению Министерства здравоохранения Алтайского края тоже получают дети до 14 лет бесплатно. Причем бесплатный иммуноглобулин предусмотрен также и в загородных оздоровительных учреждениях. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию.